Аленур Жанебекову 6 лет. Он страдает детским серебральным параличом и не может ходить. Мальчику полагается ежемесячное пособие в размере 8 тысяч сом. Аленур каждые полгода лечится в санаторий за счёт государства. Его мама также получает 6 тысяч сомов за то, что ухаживает за ребёнком. Аленур – мой второй ребёнок. Также у него есть младший брат и двое сестёр. Старшая дочка начала ходить в год и 8 месяцев. Я думала, что и Аленур тоже начнёт ходить позже, чем другие дети. Когда ему исполнилось 2,5 года, мы начали переживать и отвели в больницу. Нам поставили диагноз детский серебральный паралич. Он не может ходить, только ползает. Мы получаем от государства все предназначенные нам пособия. Президент Садыр Джапаров на Республиканском совещании социальных работников и во время посещения детского психоневрологического учреждения в селе Беловодское сообщил, что будут увеличены пособия. С 1 июня будут увеличены детские пособия. Также мы планируем увеличить выплаты их опекунам и другим категориям соцработников. Глава государства дал поручение министру труда, социального обеспечения и миграции увеличить деньги на питание детей в и соцучреждениях в два раза. Здоровье детей зависит от питания. Если питание хорошее, ребёнок будет здоров, он будет расти. Поэтому я даю вам задание выделить деньги на питание в два раза больше. Как и обещал Садыр Джапаров, с 1 июня пособия увеличиваются. Так, размер социальной выплаты малоимущим семьям повысится на 50%. Также планируется поднять выплаты для отдельных категорий лиц, которые не имеют права на пенсионное обеспечение. С 1 июня 2022 года планируется увеличить размер следующих видов общественных пособий. Ежемесячное пособие нуждающимся гражданам, имеющим детей от 16 лет – от 810 сомов до 1200 сомов. Лица с инвалидностью с детства первой группы – от 2500 сомов до 2500 сомов. Лица с инвалидностью с детства второй группы – от 2000 сомов до 3000 сомов. Лица с инвалидностью с детства третьей группы – от 1500 сомов до 2000 сомов. Детям, потерявшим родителей – от 2000 сомов до 3000 сомов. Матери-героини – от 2,5 тысяч сомов до 3 тысяч сомов. Пожилые люди – от 1,5 тысяч сомов до 2,5 тысяч сомов. На сегодняшний день количество получателей повышенной части пособий составляет 28 639 человек, из которых лица с инвалидностью с детства 1, 2, 3 группы – 8 131 человек. Дети, потерявшие родители – 18 820 человек. Матери-героини – 120 человек, пожилые люди – 1568 человек. Повышение будет производиться на 50% для малообеспеченных семей, которые получают пособие юбилею Кумёк. На сегодняшний день размер пособия составляет 810 сомов. Для жителей высокогорных населенных пунктов размер пособия начисляется с учетом установленных коэффициентов. Повышение государственных пособий также планируется для отдельных категорий лиц, которые не имеют права на пенсионное обеспечение. Это лица с ограниченными возможностями здоровья от общего заболевания, пожилые граждане, матери-героини и дети, у которых умер один из родителей. Ранее, в соответствии с указом президента, размер пособий увеличивался в два этапа. Главная цель проводимой работы – оказать дополнительную поддержку населению в связи с ростом цен на продукты питания. Альбина Ибекова, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек. Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.